Так, мы продолжаем репортажи с фесивали дзюдо в городе Сергеев Посад Каскад приглашает друзей Глуб дзюдо Каскад 30 лет И сейчас за моей спиной чайная церемония Мы сейчас подойдем, посмотрим, как делают чай И сделаем дегустацию чая И немножко поговорим о чае Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Алексей, я сотрудник компании «Мой чай» В данном случае чайный маркер, я занимаюсь приготовлением чая Скажите, представленный чай, это японский или какой-то другой чай? То, что мы привезли непосредственно, это Китай Это все китайский чай В основном у нас здесь, ну, выставлены на качестве декорации Это шу-пуэры, блина Также у нас есть и травяные сборы И некоторые, они тоже замешаны с чаем В основном они просто солодные, разные травы А в японской традиции используются японские чайы или китайские? В японской традиции японский чай Япония сама производит довольно хорошие чайы, типа сень-чай, польский чай И есть свои церемонии, ну, они как древние китайские, ну, там все не вмешано Советное это Ну, то есть тоже различные способы их приготовления И тоже есть метод, как мы в данном случае работаем с простой То есть когда наливаем чайник, минимальное время не держим, там почти сразу можно стрелять, не бывает, не секунд десять держим Подобной к церемонии есть и не помню То есть используем, наверное, необычно я замену так, но тот чай, который у нас сейчас есть, там, наверное, наша компания Там чай, допустим, три раза заваривается Небольшое количество чая берется и тоже методом, как я сейчас и делаю проливом И сейчас повторно еще раз залив воду, еще раз пролью Вот, китайский еще обычно в раз в шесть и больше И берется обычно большое количество Японский чуть поменьше и в три раза, допустим Скажите, я вот, ну, в мире вообще чай достаточно популярен, да? Уже, так сказать, нет необходимости в рекламе чая, как это было, может быть, лет, там, двести назад еще, да? Вот, но, скажите, есть традиции чайные, допустим, не только на востоке, да, Китай, Япония Но также, допустим, на, в кавказских регионах, да, в арабских странах Чем вот такая существенная, на ваш взгляд, отличие этих традиций чайных? Допустим, в Англии, турецкие Ну, очень большой вопрос, на самом деле Ну, если... Ну, если... Как легко не ответишь, потому что, все-таки, с стороны Средней Азии там распространены более, там, губы, чай, там, калмыцкий, в том числе, используют Его собирают вместе с ВИАКами, переключают А там, основная, все-таки, задача его используют как источник витаминов Потому что там, в основном, ключевые народы Для них ценность чая и то, что он может предоставить И кокеин, тот же, для мудрости, витамины и прочее Их часто готовят вместе с молоком, вообще используют как основа для супа даже В Англии, ну, там, получается, такая ситуация, что, все-таки, когда Англия привозилась к Китаю часть То более простые, то есть, прижились способы заваривания Имеют там настоя, когда чайник засыпали, залили, по деталям там 3-5 минут и разлили То есть, такая китайская церемониальность, ну, не прижилась Ну и плюс тот момент, когда она, эта традиция только прижилась с чаем в Англии И пути доставки, все-таки, не были такими простыми И из-за этого, то есть, с чаем, качеством чая были вопросы Вот, но в нынешнее время это довольно сильно все равно отличается То есть, скажем, чай сейчас, ну, превалирует, это большая часть рынка, это все-таки масс-маркет Это чай в пакете, как очень, почти средство низкого качества Который можно в лучшем случае чая не раз заварить Частые, вот, месециды для выращивания, ну, то есть, в форме пакеты есть И, ну, в том числе такой пользы, как из чая, ну, из-за средств хорошего, крупного листового Выращен всем правильно, ферментирован правильно, приготовлен, это очень сложный процесс Скажите, в чем основная такая, вот, заслуга чая, что он стал так популярен в мире? Коллега, подскажет? Коллега, это основная ферменка От счастья, наверное, какие-то оздоровительные Чуть-чуть погромче От счастья, наверное, какие-то оздоровительные свойства Потому что чай, китайский, китайский, пытался лекарство Скажите, ваш, так называемый, чайный дом Мой чай Он только осуществляет продажу, или все-таки это, вот, именно, чайный дом Где можно прийти, провести дегустацию, приобрести чайную церемонию? У нас вообще, в первую очередь, как бы, расчет, это чайное пространство То есть, у нас есть три чайные, допустим, в Москве, они также и в двух городах имеются И во всех трех чайных имеется именно зона для чаепики И довольно большой акцент на это делается То есть, либо пинча, когда ознакомительная, когда мастер демонстрирует, как правильно заварить, как используются инструменты Делает посуду чайная, делает первый пролив, поставляет гостям, или гостям дальше проливает Типа, совсем развернутая чайная церемония, это пинча Когда чайный мастер на долгое время, часа на два, садится с гостями Выполняет всю процедуру заваривания самостоятельно Попутно рассказывает, возможно, историю чая Историю данного чая, который сейчас будет завариваться То есть, более развернутая версия у нас непосредственно такива Можно и купить Я в свое время принимал участие в японской чайной церемонии Скажите, насколько это разница японской и китайской чайной церемонии и минимальное и максимальное время самой церемонии? По японской чайной церемонии, тяжело сказать Это все-таки с матьой непосредственно взбивание венчиком происходит Ну, я не знаю, если такое, то, скажем так, нюанс Это все-таки японская чайная церемония, она более строгая Она требует выполнения канонов, правильное удержание, передачи, повороты Это очень строгая в этом плане Японская чайная церемония, она более щадящая Даже гунг-фуча, который вроде подразумевает тоже традиционные чаепитики Там допускаются некоторые огрехи, то есть нету требований, как подавать гостям Что можно предложить гостям самим взять, то есть там более свободная чайная церемония Вот это как бы основное отличие А там уже японский чай приняты все-таки венчиком в первую очередь Ну скажите, вот в чайной церемонии что важнее, сам процесс творения чая или процесс выпивания чая? Мне кажется, тут 50 на 50, я сказал бы так Потому что чай, да, он может за счет своих свойств либо тонизировать, либо успокоить Да, в принципе, учитывая, что там кофе присутствует, он все равно может успокоить Но момент в том, что еще очень важна атмосфера, в которой вы в данный момент наступно находитесь Какую атмосферу создает сам чайный мастер И это очень сильно повлияет на то, как повлияет и на вас чай Поэтому здесь тяжело, надо сказать, что однозначно не только чай Нет, однозначно только сама церемония Я бы сказал, что это пополам и очень важно, на самом деле, создавать условия Потому что иначе просто пьешь чай и вроде как-то, ну, взбодрился Вроде и непонятно, как оно работает, но полноценно это... Что бы вы пожелали сегодняшним и будущим чайным любителям чая? Ну, не знаю, здесь здоровье, там, удачи Можно, конечно, пожелать, но я понимаю, что, наверное, ваш канал будет смотреть в первую очередь спортсмены И я считаю, так как я сам занимаюсь спортом, что чай отлично вписывается Именно как повседневный напиток для спортсмена Потому что его можно попить там за час до тренировки и взбодриться, подготовить себя к тренировке Либо употребить чай, какой-нибудь содержащий вот гамм Данными масляная кислота, которая, по сути дела, отличает за тормозные процессы у нас в организме Поэтому после тренировки она хорошо может подуспокоить, чтобы спокойнее лечь спать, успокоиться То есть в этом плане я желаю пить чай и здоровье и восстанавливаться после тренировки Спасибо большое! Спасибо! Пожалуйста!